Недвусмысленные намеки в адрес Киева звучали сегодня из Вашингтона. Сразу два ключевых американских дипломата сделали заявление по Украине. Помимо Донбасса говорили о промедлении с реформами, чем рискует Украина и что может потерять, если начнет тормозить. Дмитрий Анопченко слышал месседжи от первых лиц Госдепа. Украина для Соединенных Штатов по-прежнему в списке приоритетов. Ни КНДР, ни Сирия, оставаясь для Америки топ-темами, внимания на себя не перетянули. Вот только в риторике первых лиц Госдепа в последнее время появилась еще и обеспокоенность. И сейчас об этом говорят уже публично. Вэс Митчелл, преемник Виктории Нуланд, человек, который отвечает в Госдепе за Украину, на сенатских слушаниях был резок. Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности. Говоря опасность, дипломат имеет в виду проблемы с получением нового транша МВФ. В Конгрессе четко прозвучало. Украина сделала много, но без борьбы с коррупцией прогресса в этом не будет. Для госсекретаря Тилерсона один из важнейших приоритетов – стимулировать украинцев не сходить с пути реформ, не только проводить простые реформы, а продвигать структурные изменения, особенно в создании антикоррупционных судов и в реформах энергетики, в первую очередь газовых тарифов. Обе реформы жизненно необходимы Украине для получения нового транша МВФ. И я постоянно поднимаю этот вопрос. И, как и госсекретарь, в контакте с Порошенко, Гройсманом, Климкиным, Порубьем и другими. В этот же Диане Рекс Тилерсон выступил в Атлантическом совете Вашингтона с программной речью. Планировалось, что в ней он очертит основные внешнеполитические приоритеты Америки. И все, конечно же, ждали, а какие страны, кто именно в этом списке. Предсказуем, Атилерсон говорил о Сирии, говорил о КНДР и многое подробно об Украине. Начал с показательной фразы. Российское вторжение в Украину – это то, что мы не можем принять. Отдельно сказал о Крыме. Мол, Россия на всех переговорах выносит его за скобки, но это временно. Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять. Это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет. Но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Ситуацией на Донбассе Тилерсон откровенно обеспокоен. В текущем году было больше случаев гибели мирных жителей, чем в 2016. Число нарушений прекращения огня выросло на 60%. Наш приоритет – снизить насилие, прекратить убийства на востоке Украины. Из этого выступления госсекретаря становится понятно. Список приоритетов в Вашингтоне действительно не изменился. Ситуацию в Украине Соединенные Штаты мониторят и очень серьезно. А еще обещают помогать там, где это возможно. При этом в двух заявлениях одного дня. И у Митчелла и у Тилерсона четко прозвучало. Стране нужно немало сделать, чтобы провести реформы. Останавливаться нельзя. Без этого ничего не будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала «Интер».